Почему у легионеров нет никакой защиты ног? Выше колено он прикрыт щитом, лорикой и шлемом, но из-под щита торчит ничем не защищённая нога. А ведь если кто-то хорошо рубанёт по ноге, то в строй такой легионер уже не вернётся. Если мы говорим о эпохе Цезаря, то есть о республике, республиканский щит – это конструкция длиной метр 20-30 метров, средний рост человека в это время где-то в районе 165 см, а щит – метр 30, т.е. он закрыт, мягко говоря, очень сильно, конечно, бывали люди и повыше, тем более в армии, куда набирали, по крайней мере, старались набирать наиболее здоровый контингент, т.е. всё-таки нога будет торчать из-под щита, как было правильно замечено. Но, во-первых, легионер не был заточен для ведения постоянного тяжёлого рукопашного боя, как были заточены греческие гоплиты, которые поголовно имели защиту голени. Во-вторых, легионер был заточен для ведения дистанционного боя, от которого, в общем, изрядно прикрывает щит. Т.е. для метания дротиков, для воспринимания вражеских дротиков, стрел и прачных пуль щита вполне достаточно в основном. Т.е. снаряжение легионеру при поступлении в легион выдавалось. Выдавать всем ещё и поножи было бы дорого, считалось вполне достаточным для поддержания не боеспособности каждого отдельного легионера, а легиона и легионной системы в целом снаряжать их средне достаточным количеством снаряжения. Т.е. лорикой кольчугой, кассисом шлемом, щитом скутумом, мечом гладиусом и расходным материалом типа пилумов. На этом всё. С другой стороны, легионер получал некое жалование. Кроме того, легионер грабил завоёванные города и селения, т.е. у него образовывались деньги, и при накоплении нужной суммы, если легионер хотел, он мог снарядить себя любым дополнительным снаряжением. Масса центурионских надгробий изображают нам центурионов в наголенниках. Видимо, нет оснований предполагать, что у легионера такого наголенника самокупленного быть не могло. Другое дело, что в своей массе источники нам говорят, что не было подобной практики. Почему? Да потому что, во-первых, а – щит хорошо прикрывает, б – легионер – это пехотенец, который очень много километров проходит пешком. И даже сражение – это далеко не всегда непосредственный боевой контакт. Это очень много марша. Лишняя тяжесть на ноге при наличии такого большого щита, видимо, была излишней. Поэтому легионеры даже сами себе, если могли купить, не покупали никакой специальной защиты ног. Манера боя не предполагала большой угрозы для этого. А вот устать на марше, натереть себе, например, подъём стопы и к моменту боевого контакта утратить часть боеспособности, подвергнув таким образом собственную жизнь риску, считалось неприемлемым, видимо. Поэтому в римской системе этого не сложилось. Если мы посмотрим на очень далёких потомков легионеров, ну, по крайней мере, в семантическом смысле, на германских ланскнехтов, на швейцарских райслойферов, на испанских пикинеров и прочую пехоту, мы почему-то тоже в массе своей не обнаружим там защиты ног. Не только на голенников, но и ног вообще, при том, что все вышеперечисленные, в общей практике пешего боя щитов не использовали, т.е. не были прикрыты вообще щитами, они использовали длинные пики. И да, мы находим, конечно, в пехоте примеры использования защиты ног, в том числе полный условно-рысовского типа. Но это редкие примеры. В основном пехота не носила поножи просто потому, что нужно очень много ходить пешком. И лишняя тяжесть на ноге – это ненужная нагрузка, которую старались избегать. Вот примерно так.